19 сентября в столице начали свою работу седьмая международная выставка ярмарка кожа, обувь, одежда и аксессуары Узчарм-экспо, а также выставка специальной обуви и индивидуальных средств защиты Максус-экспо. В этом году площадка, создателем которой является Ассоциация кожевинобувных предприятий Узбекистана, объединила свыше 70 отечественных и около 30 зарубежных предприятий и организаций из 10 стран мира. В церемонии открытия приняли участие представители госорганов страны, руководство Ассоциации Узбек-Чернпу-Абзала и представители ДИП-корпуса, в частности послы Индии и Казахстана. Как отмечалось сегодня в нашей стране, льготы, преференции, которые правительство предоставляет предприятиям, выпускающим обувь, способствуют повышению статуса отрасли и ее значения в экономике страны. Старт выставки был дан после разрезания красной ленты. На выставке представлена мужская, женская, специальная и ортопедическая обувь, готовые кожаные изделия, кожгалантерейная продукция, изготовленная на отечественных и зарубежных предприятиях. На этой выставке мы хотим показать нашему населению, иностранным партнерам, весь ассортимент продукции, которую мы выпускаем. Мы провели серьезную подготовку, прежде чем приехать на выставку. У нас очень много изменений в процессе производства продукции. Мы запустили в производство женские и мужские сумки, ремни, новые виды кожаной продукции, которые очень прочны и предназначены для обмундирования военных сотрудников органов внутренних дел. Участвуя в выставке, перед собой мы поставили задачу обменяться опытом с иностранными производителями. Также посетители выставки могут ознакомиться с сырьем для производства обуви и аксессуаров. Наряду с этим демонстрируется широкая экспозиция оборудования, предназначенного для выпуска готовой кожаной продукции. Наша компания занимается производством клея для обуви и мебели. Мы имеем свой авторитет в отрасли. Производим продукцию для заключительной обработки обуви и кожи. Крема, воск, средства защиты для обуви. На мероприятии специалисты на практике демонстрируют процесс заключительной обработки продукции. Как видно, одна половина обуви обработана, а другая еще нет. В процессе обработки в первую очередь обувь окрашивается, далее наносится крем. И последнее действие – нанесение воска специальным аппаратом. Воск бывает двух видов. Первый предназначен для фиксации крема, а второй – для придания блеска. В первом полугодии текущего года в республике осуществлено 33 инвестиционных проекта, направленных на развитие кожевина обувной отрасли. Ответим, что организатор выставки Ассоциации Узбекчан Пуэбзара за последние годы превратилась в лидера отечественной легкой промышленности. Данная ассоциация, создавая хорошие возможности для развития кожевина обувных предприятий страны, заметно повышает статус этой отрасли на международном рынке. Начиная с текущего года она проводится у нас. Мы приняли решение проводить ее два раза в год. Почему мы это решили? Потому что поступали очень большие запросы, поступали просьбы, предложения со стороны наших зарубежных партнеров, со стороны наших местных производителей, о том, чтобы увеличить количество проводимой выставки с учетом сезонности. Наша данная выставка посвящена сезону весна-лето 2018 года. И отличительной особенностью нашей выставки в этот раз является то, что, во-первых, количество участников, количество экспонентов значительно выросло. И отличительной особенностью нашей выставки является то, что, если в прошлый раз у нас на выставке в основном, основной темой, основной целью наших партнеров и наших местных производителей было заключение новых экспортных контрактов, вот, на этой выставке, безусловно, эта тема остается актуальной, но наряду с ней одно из главных направлений является создание уже совместных производств на территории Узбекистана в сотрудничестве с нашими производителями. Конечно, Узчармэкспо и Махсусэкспо создают производителям кожевина обувной отрасли возможность представить свою продукцию, помогают выбрать необходимые для их производства оборудование и технологии.